Девушки отдыхают Ты чего? Дима? Я тебя не узнала. Дима? Тамара была напугана тем, что произошло с ней на днях. После пяти лет замужества она совершила ошибку. Впервые изменила мужу, о чем очень сожалела. Любовник стал преследовать ее, и Тамара боялась, что муж узнает о ее поступке. Чтобы понять, как быть, Тамара решила обратиться за помощью к бабушке. Я ведь люблю Диму. Он муж мой. И он любит меня. Я не понимаю, как так вышло. И не знаю, что мне теперь делать. Если муж узнает, он меня бросит. Ну, хорошо. А от меня ты чего хочешь? Ну, мне про вас такое рассказывали. Может быть, вы моему любовнику какой-нибудь отворот сделаете? Ну, чтобы он перестал меня преследовать. Чтобы отстал от меня. Я так надеялась завести ребенка с мужем. А он меня всегда отговаривал. Говорил, что сначала нужно быт наладить, чтобы с работы все было хорошо. И только это случилось. Как вот. Аня, принеси мне горсть муки. Куда сыпать, бабушка? На поднос сыпь. Все? Да, иди. Напиши имя своего любовника на муке. Машину вижу. Тебя в машине вижу. Да, да. Я как-то на работе задержалась и ловила попутку. Но он меня подвез до дома, так и познакомились. А теперь своей рукой сотри его имя. Ты не думай. Это был не отворот. Мне делают отвороты на тех, кто не любит. Не нужна ты Олегу этому. А зачем он тогда меня преследует? Вот этого пока не вижу. Но ясно вижу, что нет у него к тебе любви. Странно. О, Вадим, привет. Привет, Тамарочка. Прошло два дня. С тех пор, как Тамара посетила бабушку, поклонник ей не докучал. Тамара решила, что он разлюбил ее и больше не потревожит. Дим, ну ты что, Вадиму кормишь вчерашней едой? Там же ей свежее приготовила. Ну, я что нашел, то и даю. Тем более, не такой уж он у нас и гость, он через день ходит. Скоро прописаться попросит. Моя вот, например, все нравится. Отличный чикакбилек. Только немного острый. А мы любим острое, да? Ну, вот не надо. Самое острое любви ты меня подсадила. Первый раз слышу, что тебе не нравится. А это кто там? По работе. Я сейчас отвечу и нормальнее дуя вас покармливаю. Ты что, издеваешься? Ну, сколько можешь за мной бегать? Ну, тебе должно быть хоть какое-то мужское достоинство. Не нужен ты мне. Да, да. Нет у меня достоинства. Ничего нет. Ты все отняла. Давай встретимся. В тот день снова объявился любовник Тамары. Женщина категорически не хотела продолжать общение с навязчивым поклонником. И чтобы он оставил ее в покое, решила сменить номер телефона. Прошло несколько дней с того момента, как Тамара сменила номер. Любовник больше не звонил, но Тамара все равно тревожилась. Ведь он знал, где она живет и мог явиться в любой момент. Привет, Тамара. Дима документы должен был для меня оставить. Угу, вот. Держи. О, замечательно. Ты нас прям выручила. Слушай, а могу я к вам в гости сегодня вечером зайти, если ты, конечно, не против? Нет, конечно. У вас опять футбол? Ну, конечно, футбол. Но футбол-то это на самом деле только прикрытие, чтобы Дима не догадался, что ты так хорошо готовишь, что я подсел на твою еду, понимаешь? Да? Да. Это футбол. Класс. Так это ты ее муж, да? Так вот я хочу, чтобы ты знал. Я люблю ее, и мы с ней переспали. Слышишь? Ты нам мешаешь, понимаешь? Ты не даешь нам быть вместе. Уходи! Случилось то, чего Тамара боялась больше всего. Ей было неловко перед Вадимом. Она понимала, что муж теперь все узнает, и не представляла, что делать. Прости за сцену. Ты что, изменила Диме? Ты можешь ему не говорить? Ты понимаешь, кем я буду, если я ему не скажу? Я понимаю, но я... Я тебя очень прошу, пожалуйста. Ну, я не знаю, что на меня нашло. Это было только один раз, а я уже тысячу раз об этом пожалела. Ну, пожалуйста. Хорошо, ну, допустим. Допустим, я и не скажу Диме. Ну, с этим-то ты что будешь делать? Ну, он же явно просто так не отстанет. Я не знаю, Вадим. Ну, ладно. Не беспокойся, ничего не скажу. Вадим пообещал ничего не говорить мужу Тамары. Но вечером он позвонил ей и попросил о встрече. На следующий день Тамара приехала к Вадиму домой для разговора. Ну, зачем мы встретились? Кофе, чай хочешь? Нет, спасибо. Ну, хорошо. Я подумал о том, о чем мы с тобой говорили. И понял, что не могу просто так обманывать своего друга. Хочешь все рассказать? Нет, ты меня неправильно поняла. Если я уж предаю своего друга, то я хочу с этого что-то иметь. А, тебе деньги нужны. Нет, не говори глупости. Я хочу тебя. В смысле? В смысле? Хочу спать с тобой. Ты мне давно нравишься. Я бы начал за тобой ухаживать еще раньше, но просто не думал, что ты можешь изменить Диме. Ты сумасшедший. Но если уж ты так легко переспала с абсолютно незнакомым тебе человеком, то почему бы не переспать с хорошим другом в семье? И я тебе обещаю, что преследовать я тебя не буду. И Диме ничего не скажу. Прошло две недели. Прошло две недели. Тамара регулярно встречалась с Вадимом. Сначала она тяготилась этой связью и мучилась, пока однажды не поймала себя на мысли, что Вадим ей нравится. Вадим был галантен, внимателен. И Тамара стала испытывать к нему страсть, которую уже давно не испытывала к мужу. Тебе домой не пора, красавица? Скоро Дима с работы вернется. Пора. Только не хочется выходить. И мне не хочется, чтобы ты выходила. Ну надо. Как там, кстати, твой поклонник поживает? Не беспокоит больше? Пока, по крайней мере, не достоят. Ну и хорошо. Иди, я тебя поцелую перед уходим. А ты не закроешь со мной? Ну ты сама сможешь закрыть? Я тебе ключ сделал. Вот там на тумбочке лежит. Сумасшедший. Ты я такой. Тамара утревожила то, что Вадим начал ей нравиться. Она понимала, что поступает неправильно, в очередной раз изменяя мужу. Но не могла прекратить эти отношения. Ведь в любой момент Вадим мог рассказать о ее изменах Диме. Чтобы понять, как поступить в такой ситуации, она решила вновь обратиться за советом к бабушке. Здравствуйте, бабнин. Здравствуй, Тамара. Садись, чего стоишь? Вижу, совсем ты запуталась. Да, бабнин, запуталась. Друг моего мужа узнал об измене. Теперь шантажирует меня, заставляет спать с ним. Я не знаю, как быть. Никто тебя не заставляет. Зачем врешь? По доброй воле к нему ходишь. Нравится он тебе. Ну я люблю Диму. Он мой муж, и я не хочу его обманывать. А тут все как-то странно вышло, и я не знаю, что мне делать. Вещь, которую тебе Вадим дал. Дай ее мне. Какую вещь? А, может, ключи? Он мне недавно сделал свою квартиру. Вот. Вижу обман вокруг тебя, и не один. Аня, принеси оберег, который вчера делали. Да, бабушка. Обман? Какой обман? Что за обман, не вижу. Но сама ты скоро все узнаешь. Если оберег, что я дам, будешь, не снимая, три дня носить. Вот, бабушка, принесла. Держи. Как, правда, откроется, будет ясно, что делать. Дай мне руку. Много перца на твоих руках. Странно, я вроде руки хорошо помыла. Но перед тем, как к вам ехать, я готовила обед мужу. А мы любим все острое. Кто всю еду острит, у того ничего сладко да гладко не бывает. Вот и у тебя все беды от того, что еда чересчур острая. Перестань сильно еду перчить. Занятая домашними делами Тамара не смогла в точности выполнить бабушкин наказ, носить оберег три дня не снимая, и надевала его лишь время от времени. Ты и половины не сделал того, что от тебя требовалось. Так, я с ней переспал. Переспал. А то, что она отморозилась, это не моя вина. А чья это, интересно, вина? Тамара уже несколько дней не встречалась с Вадимом. Воспользовавшись тем, что муж уехал в командировку, Тамара решила увидеться с Вадимом, но не могла до него дозвониться, и поэтому решила поехать к нему без звонка. Тома, ты почему не позвонила? Я спрашиваю тебя, что здесь происходит, и что он здесь делал. Давай ты сейчас успокоишься и выслушаешь меня внимательно. Не надо меня успокаивать. Ответь мне, ты за что ему заплатил? Ладно. Я его нанял, чтобы он тебя соблазнил. Что? Ну-ка, повтори. Я его нанял, чтобы он тебя соблазнил. Ну, ты что, с ума сошла? Да я сошла с ума? Ну, как отпусти меня! Зачем ты это сделал? Тома, я... Ты мне нравишься давно и очень сильно. Как ты думаешь, для чего я все время навязываюсь к вам в гости? Чтобы тебя увидеть. Но в открытую ухаживать за тобой я не могу, потому что Дима мой друг. И я решил, что если кто-то уведет тебя для меня, то и наша с Димой дружба не разрушится, и я буду не виноват. Ты чокнутый. Может быть, Тома, может быть. А зачем тогда был весь этот цирк, когда он принял тебя за мной? Да какая уже разница? Ты пойми, что я тебя люблю. У меня же на Диме на мнение, и мне уже наплевать. Тома! Прошло несколько дней с момента последней встречи Тамары и Вадима. Тамара поняла, что бабушкин оберег все-таки помог, и теперь она узнала всю правду. Вадим часто звонил, но она не хотела с ним разговаривать. Тамара жалела, что изменила Диме, и поняла, что больше всего на свете любит своего мужа. Ку-ку! Что это на нас нашло? Просто захотел тебя поцеловать и сказать, как сильно я тебя люблю. Прошло еще несколько дней. Вадим перестал звонить, не приходил в гости, но Тамара все равно не могла его забыть. Что тебе нужно? Мне нужна ты. Мне без тебя плохо. Поэтому ты решила сделать плохо мне. Тома, ну я не знал, как поступить в той ситуации, понимаешь? Я повел себя глупо, повел себя как мальчишка. Но я... Я правда тебя очень люблю, прости меня. А я люблю своего мужа. А меня любишь? Тома, любишь или нет? Люблю. Тамара и Вадим помирились. Несмотря на то, что Тамара запуталась в своих чувствах и разрывалась между мужем и любовником, она была счастлива, как никогда. Слушай, Тома, я считаю, что нам пора перейти на новый уровень наших отношений. Что ты имеешь в виду? Я имею в виду, что я больше не хочу тебя ни с кем делить. Ты хочешь, чтобы я ушла от Дима? Ну, по-моему, это очевидно. Сколько может продолжаться эта странная игра из брядки? Надо что-то решать. Да, ты прав. Надо что-то решать. Переедешь ко мне, создадим семью, заведем детей. Ты же этого давно хотела? Да, я хочу. А Дима всегда откладывала, как будто я вечно буду молодая. Только знаешь что, давай, наверное, Диме пока не будем говорить, что ты уходишь ко мне. Почему? Ну, все-таки он мой начальник. Ты думаешь, чтобы отмстить? Нет, он не такой. Ну, как говорится, на всякий случай, от греха подальше. Давай пока не будем, а потом я найду другую работу, и мы откроемся. Наверное, ты прав. Я не знаю. Доброе утро. Доброе. А что ты мне так рано? Зато завтрак для тебя приготовил. Ты рада? Да, очень. Ты знаешь, я хотела тебе кое-что сказать, пока ты мне ехал в командировку. Говори. Хочешь, чтобы я тебе что-нибудь привез? Нет. Хочу, чтобы мы расстались. Почему ты так решила? Я люблю другого. Прошло несколько дней после того, как Тамара объявила о разрыве. Все это время муж не появлялся дома и ночевал на работе. С Вадимом она тоже не виделась. Он сдавал важный проект и был сильно занят. Долгие проводы, лишние слезы. Ты же знаешь такую поговорку. Знаю. Звучит цинично и выглядит тоже. Я думаю, у нас как-то будет все немножко по-другому. Документы на развод сама подашь или мне? Как хочешь. Ты куда едешь? Не переживай, с жильем все в порядке. Прости, что опоздала? Ну, а у нас тут вот сцена прощания. Ну, так давайте прощайтесь быстрее, а то Серафимка нас уже заждался. Дима, это кто? Это моя жена гражданская. Что? И давно у тебя это? Да, давно. Я сам хотел, чтобы мы расстались. Ну, почему ты тогда и меня не бросил? Жалел. Ты ведь меня любила. Правда, как выяснилось, по-своему, я столько раз хотел уйти, но меня совесть мучила. Это же я тебе не давал ребенка завести. Просто не мог. А теперь, когда выяснилось, что ты любишь другого, никто ни на кого не в обиде. Да. Теперь понятно, в какие ты командировки ездил. Дима, ну ты скоро? Нам Серафимку уже из садика нужно забирать. Да кто такая Серафимка? Не такая, а такой. Серафим, это мой сын. Какой ты подлец, Дима. в конце концов, все ведь хорошо сложилось. Ты тоже себе кого-то нашла, создашь семью, заведешь ребенка. Прошла неделя. Все это время Тамара не могла найти Вадима. Она ездила к нему домой и выяснилось, что квартира, в которой он жил, была съемная. Он оттуда съехал. Что-нибудь произошло? Боюсь даже предположить, если что-то случилось. Все с твоим Вадимом хорошо. Верни оберег, что я тебе давала. Не носила ты его три дня, как я тебе говорила. Да, забывала. Но иногда надевала, правда же я узнала. Не всю правду ты узнала. Зря меня не послушала. Разложи передо мной карту. Здесь он. Вижу парк. От входа слева скамейка. В этом месте Вадим твой. Завтра он там будет. Приди с утра и подожди его там. Спасибо, бабушка. Я тогда побежала? Ступай. На следующий день Тамара нашла описанное бабушкой место и уже несколько часов сидела в парке, высматривая Вадима. Она что, и твоя гражданская жена, что ли? Ты как нас нашла? Какая разница? Что здесь происходит? Кто она вообще такая? Пойдем, сынок. Ты мне будешь отвечать? Это моя сестра. Дима сказал, что это его гражданская жена. Дима все верно сказал. Подожди. Вы что, вы меня развели, да? Чтобы у него был повод к ней уйти? Ну, почти. Только Дима твой об этом ничего не знал. То есть? А что я должен был сделать? Он ей ребенка заделал и динамит. И мечется от тебя к ней. Я, между прочим, вам обоим одолжение этим сделал. Значит, ты меня не любишь? Это все ради сестры? Видишь, у того маленького мальчика. Он все время плачет, когда папа уходит. И я не знаю, как ему объяснить, почему папа приходит только два раза в неделю. Вот ради него. Я против тебя ничего не имею. Но я Диме сто раз говорил, брось Тому, если ты ее не любишь. Он говорил, я не могу, я ей запрещал детей заводить, кому она теперь в свои тридцать нужна будет. Козел. Вы оба козлы. Ну, козлы, козлы, согласен. Ты мне за сетру, знаешь, как обидно было? Она Диму твоего очень любит, в рот ему смотрит. Я, между прочим, ее как отец растил, когда наш настоящий папаша наш окончательно бросил. я такой судьбы для своего племянника не желаю. Поэтому я подтолкнул Диму к правильному решению. Я не надеюсь, что ты меня простишь, но я надеюсь, что со временем ты меня хотя бы поймешь. Даже не надейся. Зачем тогда весь этот цирк был около моего дома с любовником? Тебе правда так важно это знать? Да. В угол хотел тебя загнать. Прекрасно понимал, что без шантажа ты со мной в койку не ляжешь. Слушай, Том, ты хорошая баба. Ты мне нравишься. И острая люблю, в отличие от Димы. Но только, к сожалению, ничего серьезного между нами быть не может. Я уверен, что ты встретишь достойного мужчину. Тамара осталась одна и долго страдала, пока не поняла, что все, что с ней произошло, это шанс начать новую жизнь и найти действительно любящего ее человека. Она перестала сильно острить еду и через два года встретила мужчину. Спустя еще год Тамара родила ребенка. Бабушка говорит, что тот, кто сильно острит еду, сам на себя неприятности в личной жизни навлекает. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Егорова